В продолжении прошлого видео относительно кредитов Я хочу вот что сказать, самое важное забыл сказать Это вот что Отличие кредитов на квартиру от кредита потребительского заключается вот в чем Когда вы берете кредит на квартиру, вы берете кредит под залог квартиры Однако, если вы берете кредит на телевизор за 10 тысяч долларов То вы берете кредит под квартиру Это значит, что, например, вы не можете расплатиться за квартиру У вас забирают потом квартиру и возвращают часть денег, которую вы внесли Ну, там, в зависимости от того, как там договор все расписано Ну, возможно, какой-то штраф и так далее А вот если вы не можете расплатиться за телевизор То у вас выселяют с квартиры, продают квартиру Расплачивают, забирают деньги, которые идут на покрытие долго по телевизору с процентами, с пенями и так далее И уже потом, значит, уже потом Возможно, там вернут какую-то часть Вот в этом большая разница О которой я, к сожалению, забыл сказать в прошлом видео И это очень важно Это намного важнее, я считаю Чем все, что я сказал до этого Как мог забыть, не знаю Ну, как-то так Потребительские кредиты, ну, я уже говорил, да Ну, вы представьте себе 20-40% Сумасшедшие просто ставки Ну, никакими разумными доводами Это сложно объяснить И не для бизнеса нельзя брать такие жуткие С такими жуткими ставками кредиты Не для каких-то мелких нужд Можно, в конце концов, потерпеть, поднакопить Вообще, есть такая вещь Если вы постоянно будете откладывать 10% дохода То, соответственно, вы можете большую сумму за какое-то время отложить Ну, конечно, зависит от самой, от самих доходов Но, тем не менее, если вы систематически будете откладывать какую-то часть, процент, долю дохода 10-20%, то вы на самом деле на любую Какую-то общую нужду сможете собрать деньги Без проблем Так, что я еще сегодня хотел сказать Вот мне очень часто пишут письма И спрашивают относительно того Будет ли дефолт новый Будет ли, что будет с рублем Насчет рублей я вам скажу Валюта достаточно надежная Недооцененная, на мой взгляд И на взгляд многих экономистов Но очень сильно зависит от Конъюнктуры внешней От нефти От стоимости нефти и от стоимости газа Что это значит? Ну, например, нефть падает в цене до 40 долларов за баррель Примерно И мы видим уровень рубля примерно такой же, как он был, наверное, на зиму 2009 года 2008 до 2009 года Вот этой зимой То есть, сейчас вот на сегодняшний день доллар составляет около 30 рублей за доллар А бочка нефти стоит около 70 долларов за баррель Ну, смотрите, вот эти два показателя Стоимость сырьевых ресурсов и курс рубля Они очень сильно связаны Чем дороже сырье, тем крепче курс рубля В обозримой перспективе это будет примерно так же Примерно так же все будет Я вам, кстати, советую Если есть возможность в вашем городе Ну, посетите семинары Тройкий диалог Вы можете даже не быть клиентом Если у вас знакомый, кто-то Является клиентом этого инвестиционного банка То его оповещают обычно на таких мероприятиях, как ежемесячный обзор Макроэкономика и вообще общая ситуация Она очень подробно там излагается И там очень хорошие аналитики в этой компании В принципе, они про курс рубля говорили И, в принципе, про курс бочки нефти И их предсказания, в принципе, очень даже совпадают с тем, что происходит впоследствии Я даже думаю, что можно купить себе какой-то там чуть-чуть акций совсем Только для того, чтобы вас приглашали на эти семинары И чтобы рассказывали, что вообще происходит в стране Как дела там на наших рынках фондовых Я думаю, это лучше, чем какое-то профильное высшее образование Здесь вам на практике расскажут за один час Всю ситуацию Всю аналитику Что будет, что есть, что да как Я считаю, полезно очень Так, ну На сегодня, наверное, все Так, курс валют, значит Ну, еще пару слов я позволю себе добавить У меня друг один Он, в принципе, вложил сначала в евро И выиграл на этом деле Когда началась плановая, плавная девальвация, он выиграл А потом, уже во время девальвации И в совершающей стадии он купил еще евро И получилось так, что комиссии, которые берет банк И неожиданное падение курса евро небольшое Ну, вы знаете, да Евро-доллар пара подорожала Потом подешевела немножко Вот И он говорит, что в первом случае он выиграл Сколько, о какой-то сумме Ну, о какой конкретной сумме речи он не говорил Ну, тем не менее А потом проиграл на еще одной такой спекуляции, грубо говоря Это о чем говорит? Что Что все-таки Игря с курсами валют, ну, это все Ну, русскую рулетку Ну, кто хочет баловаться, ну, балуйтесь Ну, как серьезный источник дохода Ну, не знаю Вы, во-первых, не производите никакого товара Вы меняете бумажки Кому эта машина надо, непонятно А еще Так сказать Есть такой фактор, что Курсы, во всяком случае Вообще доступные в банках курсы Вообще не выданы Покупки и продажи валюты Плюс комиссии какие-то они берут часто В результате имеем то, что имеем Так Про кредиты поговорили Про Да, вот Еще Форекс Я уже говорил в самом вводном видео Форекс, он из той же категории То есть Надо быть просто каким-то отдаленным Чтобы вот Ходить по этим пикам И предугадывать Эти фатальные подъемы И падения в течение дня Или там в течение месяца Но в любом случае Мой знакомый, который работает тренером Форекса Он думает, что люди у них там Месяцами, а то и годами Учатся, пробуют Просаживают деньги В результате Ну никто в прибыль не выходит Есть какие-то жуткие легенды Про то, что кто-то там зарабатывает на Форексе Но надо понимать, что это По-моему Международная Биржа По обмену валюты Которая в принципе Не предназначена для этих спекуляций И Зарабатывать здесь Блин, я не знаю Пойдите поработайте дворником Это будет эффективнее Зарабатывать деньги Чем вот В эту рулетку играть Слава Богу У нас в стране все-таки Убрали эти игровые автоматы Все С улиц И Форексу туда же дорогу То есть Так Так Ну ладно На сегодня Я думаю все До встречи Пока